Привет-привет! Все готовятся к Новому году. В магазинах уже суета, мишора, много различного оформления. Ну вот я зашла в кафе ретро, тут еще как бы новогоднего мало чего, но, как говорится, вкусные пироженки уже есть. Хотелось бы сейчас поговорить вот на какую тему. Когда приближается праздник, почему-то всегда мы начинаем с темы подарков. Подарки сначала, думаем о подарках, потом думаем о вкусняшках, ну и в последнюю очередь, когда так получается, что мы думаем о поздравлениях. Ну почему, почему, где вы видели, чтобы кто-нибудь рыдал буквально-таки от счастья, получая подарок? Ну не знаю, конечно, может если это там вилла или какая-нибудь машина такая, типа Бентли. Но вот, чтобы люди плакали от того, когда им говорят какие-то хорошие слова, это же достаточно часто встречающееся явление. Думаю, что и вы это как-нибудь видели. Говорят же вот, доброе слово и кошки приятно, правда же? Или дорог не подарок, дорого внимания. А внимание, ну в чем проявляется-то? Ну, учитывая тот факт, что почти 80% наших коммуникаций – это именно общение голосом, то, естественно, что это очень часто какие-то слова и объятия, да. Ну, скажем, для видеопоздравления объятия их вряд ли как-то покажешь, вряд ли их можно как-то ощутить. Но сказать-то что-то хорошее, доброе – это очень даже можно. И поэтому я думаю, что многие наверняка задумывались о том, чтобы сделать какое-то вот такое видеообращение к празднику и послать его через интернет. И тут вот хотелось бы предостеречь от одной часто встречающейся ошибки в смысле поздравительных речей, в смысле вот этих самых поздравлений. Но мы привыкли как, да? Поздравляю тебя и желаю тебе. А вы знаете, что внутри поздравительной речи обязательно должен существовать вот этот вот хвалебный, восхваляющий фрагмент. А его, как правило, люди и пропускают. Ну, когда, допустим, это, к примеру, юбиляр или какой-то один человек, то тут еще как-то отслеживается. Но когда это поздравление для аудитории, для большого количества людей, то тут, к сожалению, вот об этом фрагменте и забывается. Поэтому, когда будете снимать свое видеопоздравление, обязательно помните, что там в серединке своей речи нужно сказать какие-то такие хорошие, такие восхваляющие, такие ободряющие, мотивирующие слова для тех людей, к которым вы обращаетесь. Ну, а если трудности с тем, что там, какие слова именно найти и как лучше подготовиться к этому, к такой видеосъемке, то обращайтесь. Собираюсь провести мастер-класс на эту тему. Ну, надолго-то не прощаюсь. С вами была Елена Литвиненко.